Добрый день всем, кто вас видит и слышит. Сегодня в гостях у Комсомольской правды еженедельника телесеми интернет-портала TV.ua известный клипмейкер, режиссер Катя Царик. Здравствуйте. Итак, начнем с наших вопросов. Секундочку. Первый вопрос у нас от Светланы. А Вы никогда не снимали себя в клипах артистов и не хотели бы сами стать участником шоу наподобие народной звезды? Спасибо, Оперов, за интересный вопрос, очень интересный. Я себя лично никогда не снимала. Предложения от ряда артистов поступали, чтобы я снимала сама в своих же клипах, но не хочу, потому что я более предпочитаю, когда меня приглашают сниматься другие режиссеры в собственных работах, потому что тогда ты можешь отвечать за вот эту актерскую часть непосредственно и быть свободным в режиссировании целого проекта. Потому что удерживать все в голове, еще и быть в образе, но мне кажется, это совсем высший пилотаж. Хотя сниматься очень люблю. Был период, когда меня Алан Бадой довольно часто приглашал сниматься, и с удовольствием хотела как-то развивать эти свои навыки. И в принципе очень люблю эту всю историю. По поводу участия в проектах такого рода, как «Народная зерка», но я не могу, потому что я не поющая, я могла бы быть в каком-то другом проекте, где человек, естественный человек, но не обладающий профессиональными качествами, там, вокала или танца. Это было бы мне действительно интересно, но пока предложение не поступало. Ну, это интересно, это здорово. Следующий вопрос от Ланы. Катя, с кем из российских звезд вы дружите, и кого из актеров хотели бы снять в своем фильме? Я в хороших очень отношениях со всеми своими клиентами, со всеми артистами. Я не имею такой привычки заводить прям дружбу, потому что это всегда очень, ну, чаще всего негативно сказывается потом в дальнейшем на работе. Почему таким-то таким волшебным способом? Но то, что касательно российских актеров, то здесь мы действительно дружим с Андреем Мерзвитином. А мы, это я и еще ряд моих друзей. И я его действительно очень люблю, как актеры, и, в принципе, хотела бы с ним поработать. Кроме того, я без ума от Костя Хабенского. Мне очень нравится Марина Волобь, мне очень нравится Миронов Евгений. Он просто, мне кажется, если честно, такой, может, не маленький, но ей не точно. Мне нравится ряд молодых актеров, которые сейчас появились на российском рынке. В принципе, с ними хотелось тоже поработать. Мне очень нравится актриса Екатерина... Ой, боюсь неправильно сказать... Вилл Гимна или Вилл Ка-Ва. Она играла в стилягах, она играла в тисках. Молодая актриса с очень интересной внешностью. Мне кажется, что она еще раскроется в каких-то интересных фильмах. Вот в хороших отношениях со всеми дружу близко только с людьми, которые прошли испытания временем, жизнью и ситуациями. Следующий вопрос у нас от Аленки. Привет, Катя! У меня вопрос такой, возможно, он покажется несколько странным. Скажи, пожалуйста, ты предпочитаешь шубы на низком или на высоком ходу? И какой у тебя размер ноги? У меня 38-й размер ноги. Скажу так. В юношестве, когда уже можно было носить каблуки, я предпочитала конверсы на очень низком ходу. И в принципе, заставить меня встать на каблуки, на высокую обувь, это было всегда проблематично для моей мамы, которая меня всегда видела в более женских образах. Но с временем и с взрослением я очень сильно полюбила обувь на высоком каблуке. Я не могу сказать, что я хожу прям каждый день на высоком каблуке, потому что я очень много мотаюсь, и мне это очень всегда неудобно. Вот. Но я очень люблю красивую обувь, разную, да, и ботильон, и лодочки, и просто классическая, вот, из туфелька. И это заметно, кстати, по моим работам, потому что я очень часто люблю снимать женские ноги, обувь, какой-то элемент деталей, как съем ее или одевание этой обуви. То есть, в принципе, с моим взрослением применялось в моем отношении. Потому что я так, 50 на 50 выбираю. Хотя я люблю, когда мне удобно в одежде, больше, чем просто красиво. Далее Димончик спрашивает. Почему у Вас с мужем такие царские фамилии? Это псевдонимы или настоящие? Нет, это не псевдонимы, это действительно правда. И это вот так, наверное, на небесах Боженька решил над нами подшутить, потому что не всегда, естественно, нравилась наша фамилия, семье. И, безусловно, всегда, у меня не было никогда никакой клички связанной с фамилией, но, тем не менее, меня часто называли принцессой или еще чего-то. Потом еще имя Катерина, но всем ассоциируется, естественно, с царским именем. И потому, когда я пришла в институт и встретила молодого человека с фамилией Король, я поняла, что это очень оригинально. А если еще учесть, что мой отец всегда подшучивал, вернее, всегда на тем, что у Вас такая фамилия, приведете какого-то там, какого-то смешной фамилии человека, вот и все, и не будете больше царик. Я решила вопрос очень легко, потому что я пришла отцу и сказала, пап, ну да, не буду я царик, но буду зато король. Потому что это не пиар и не псевдоним, это правда. Потому что такие вещи могут только в жизни происходить на самом деле. Следующий вопрос от Юрия. Катя, скажите, пожалуйста, откуда Вы берете идеи для создания видеоклипов? Ведь все поп-звезды разные, быть гениальным для всех одинаково не у всех получается. Точнее, не каждому артисту понравится идея клипа, не каждому подходит стиль видео. Согласна, здесь нужно учитывать очень много нюансов. Ну, идеи я беру исключительно из своего воображения. Я не прибегаю никаким дополнительным средствам. Я вдохновляюсь, как и каждый любой творческий человек, множеством всего это, и театр, и кино, и книги, и фотография, безусловно, реклама, безусловно. Но идея непосредственно берусь при головы и отталкиваюсь, в первую очередь, от музыкального продукта, который мне приносит артист, от его образа и от его позиционирования себя. То есть, приятно, конечно, когда совпадают наши видения. То есть, так, кто или же артист готов меняться и принимает мое видение себя, своего, ну, себя, себя артиста, я имею в виду. Идет на какой-то даже эксперимент. Потому, таким образом рождаются идеи, таким образом рождаются клипы. Я, если честно, очень соскучилась за рокерами. Я давно не снимала рок. И роковые песни, и дело не только в музыке, в первую очередь, в текстах, они меня очень вдохновляют. То есть, я бы с удовольствием поработала с пленами, с удовольствием поработала, ну, это за эфирой, это я всегда говорю, что я бы с удовольствием поработала. Безусловно, я очень люблю... Недавно для себя открыла песню Бокорчука, которая почему-то как-то мимо меня вообще прошла. Я даже не знаю, как такое могло произойти. Такая, как ты, это все. Сегодня занимается в моем чарте первая страничка. Но я люблю, даже когда трудно обладаться в чар, когда мне попадаются там песни, которые, допустим, на музыку, на которую я сложно что-либо такое придумать, потому что это не та музыка, которую ты слушаешь каждый день. У меня там музыка, музыка, которая требует к себе особого внимания. Ну, это интересно, что на подобный продукт можно придумать. Тогда ты цепляешься за образ артиста. Образы артистов очень часто наталкивают на хорошие идеи. А были какие-то конфликты, ну, если идея артисту не нравилась, он отказывался от ваших услуг? Нет, такого не было, чтобы идея не нравилась, он отказывался. Но было такое, что мне песня не нравилась, и я отказывалась. То есть были такие артисты, их немного, и часто я это не в обиду. И просто, когда я понимаю, что я здесь ничего не могу сделать, что я никак не помогу своей работе, то я так открыто говорю, что я не чувствую, не вижу, и лучше не буду вредить, потому что снимать обы что, лишь бы просто работать и снимать, я как бы уже давно в такие игры не игралась. потому что я отказывалась, да, ну, так и так. Ну, как правило, когда просто, вот в данный момент, когда артист приходит, он приходит, потому что ему нравится моё видение, ему нравятся мои идеи. Он приходит с каким-то пожеланием, не конкретно сценарием, потому что я работаю только со своими идеями, только на своей сценарии. Но с каким-то видением себя или пожеланием, чего ему бы хотелось в этой песне, на что позиционировано его творчество в дальнейшем и так дальше. Вот. И когда человек идёт с конкретной задачей, то, в принципе, могут быть много вариантов сценария. Один, второй. То есть мы ищем, находим, вот уже ближе. И такое было, что и по пять сценариев пишешь. Потому что, не потому что они плохие, а потому что вроде бы, да, но ещё не попало в яблочко. А временами просто за три минуты общения ты уже выдаёшь такой фонтан идей, что вот как-то оно всё очень такой биохимический синтез. Следующий вопрос от Елены. Если у вас мечта, если да, то какая? Расскажите о своих друзьях. Ну, мечта моя... Я в детстве очень много мечтала, и мне так это нравилось. Я жила в каком-то своём таком мире. Самая большая моя мечта с детства, которая ещё не сбылась. И я понимаю, что причины, по которой она не сбылась, лишь во мне, потому что, наверное, я боюсь, чтобы она всё-таки сбылась и закончилась. Я всю жизнь и всё детство, вернее, мечтала поехать в Нью-Йорк. Это город моей мечты. Это город, в котором моя мама три года проросла. Работала в ООН. И с детства я рассматривала её вот этот американский альбом, как что-то такое. Ну, и потом всевозможные фильмы, мои любимые, которые подкрепляют образ этого красивенного, мне кажется, города. Меня очень туда тянет. Я очень хочу в Нью-Йорк. Я давно могу себе это позволить, но почему-то никак не могу приблизиться к этой поездке. Наверное, по причине того, что где-то на уровне подсознания, мне кажется, что я боюсь, чтобы она исполнилась и закончилась. Ну, естественно, я... Это из таких вот детских, давних моих мечтаний. Безусловно, я мечтаю снимать кино. Безусловно, я мечтаю сниматься кино. На данный момент я очень мечтаю, хочу детей. В принципе, это то, над чем я в ближайшее время готова полноценно работать. Продолжение следует...